Утро на Волкове Может быть, есть необходимость чуть оглянуться на то, что было в году предыдущем, именно с точки зрения Ассоциации охотников. Что вам запало в память, может быть, подвести итоги охотничьего сезона, если так можно сказать? Ну, скажем так, что, наверное, этот сезон не был самым простым из-за ковида. Из-за ковида, да, тоже. Потому что охотникам тоже пришлось уже перестать свои охотничьи методы и охотничьи порядки уже под ограничения. Да, если мы говорим вообще о особенностях охотничьего сезона, я знаю, что, по-моему, завтра начинаются у вас по Зуму, естественно, удаленно вот эти курсы охотников. Что это за курсы? Какая в них необходимость? Кто обычно участвует в них? Это ужасы молодых охотников, которые хотят стать охотниками. Они проходят обучение 40 часов, теоретическое и практическое занятие в том числе. Это обращение и с оружием, и с стрельбой. И потом сдают государственный экзамен. Потому что, ну, чтобы стать охотником, надо владеть и теоретическими, и практическими навыками. Вот, учитывая ваш большой опыт, кто все-таки обычно записывается? Кто эти молодые охотники? Имеют ли они хоть какие-то навыки? Может, они раньше с родителями ходили на охоту? Кто эти? Вот, если так можно, такой портрет нарисовать нам? Ну, наверное, очень сложно будет портрет нарисовать, потому что люди самые разные. Есть молодые люди, которые уже с родителями, с отцом, с дедом, уже с детства знакомы с охотой. И также достаточно много хотят стать охотниками люди, которые раньше с этим даже не сталкивались. Конечно, очень разный уровень знаний и отношения, но, тем не менее, очень-очень пестрая, скажем так, эта группа, которая... Есть и те, которые начинают с нуля, да? То есть им фактически нужны азы. Вот все буквально с самого начала, да? Ну, так и на этом ориентируемся. Обучение, что мы из принципа, что человек полностью с нуля может освоить то, что необходимо для минимума, для охоты. Хотя это, скажем так, охотники учатся всю жизнь. Когда участвуют уже в охоте, все равно, какой бы ни был опыт, каждый раз мы что-то новое посягаем. А что вот так вот, может быть, те, которые вот, ну, смотрят на охоту, то есть, так можно сказать, со стороны и спрашивают вас, вот, что все-таки движет вот людьми, которые идут на охоту? Не знаю, азарт, понимание какой-то вот социальной функции, к примеру, регуляции популяции, о чем, в принципе, животных. О чем, наверное, меньше говорят. Все думают, что вот охотники – это какие-то такие люди, которым чуть ли не нравится убивать животных. На самом деле, я так понимаю, что ведь охотники выполняют важную такую социальную функцию. Может быть, несколько слов об этом? Да, ну, это, наверное, неверное представление, что охотники идут в лес только убивать животных. Это комплексные мероприятия, и на данный момент без охоты, ну, я не представляю, как можно вести, скажем, лесное и сельское хозяйство, эту деятельность. Потому что приходится заниматься регуляцией численности животных, чтобы, ну, скажем так, уменьшить ущерб, наносимый животными сельскому и лесному хозяйству. Это один момент. И второе, естественно, все охотники, что, ну, связывают нас, наверное, ну, я не знаю, очень любят и природу, и животных. И именно добычу животных, ну, это, наверное, составляет из всего процесса самый маленький процент времени. Я вот знаю, там, несколько знакомых охотников, они говорят, что, ну, именно для себя они такое приняли решение, что отдельных животных, ну, которым, не знаю, им особенно нравится, или, не знаю, по-человечески жалко, они вот даже не стреляют. Ну, не знаю, кто-то не может стрелять в косуль, кто-то в рысий. Вот это действительно так, да? Ну, это для каждого свое, как он воспринимает, да. Ну, надо сказать то, что все охотники занимаются в селекции животных. Это значит, что все равно мы смотрим и выбраковываем, и отстреливаем тех животных, которых нужно изымать из популяции. И сохраняем, ну, как лучшее поголовье для того, чтобы, ну, как развивать популяцию полноценную. А как вы это решаете, как вы это знаете, может быть, чуть объясните нашим радиосуществам, которые, как бы, не очень в курсе этой ситуации? Ну, это уже, мы смотрим по параметрам этих животных, и, конечно, это не самый простой вопрос. И потому я и говорю, что охотникам приходится учиться, и, ну, чтобы не допускать ошибок при отсортировке, скажем так, животных, которых нужно изымать из популяции. Это не самый простой вариант. Один, конечно, момент, когда мы смотрим на трофей, именно трофейные качества. Но эти трофейные качества – очень хороший показатель вообще состояния популяции и здоровья популяции. По трофеям можно очень много судить, в каком положении у нас наши животные находятся. Ну, и, естественно, это относится, скажем так, к осуле, к оленю, к какой-то меньшей мере, может быть, к лосю, потому что он не привязан к месту, и там немножко сложнее уже с ними. Ну, это не хищникам, ну, такой селекционный подход никак не получается. Ну, у вас большой опыт, вы, наверное, можете-то вспомнить, что было, не знаю, там, 10-15 лет тому назад. Если мы говорим вообще о популяции животных, но отдельных видов, можете ли вы сказать, что, действительно, вот, не знаю, за последние годы какие-то определенные изменения возникли? Там, не знаю, больше появилось рыси или, там, не знаю, волков, или, наоборот, мы видим какую-то естественную убыль этих животных? Нет, у нас все популяции растущие, хорошие, и, ну, в некоторых местах уже возникают достаточно серьезные проблемы с животными. Это Курзами, некоторые регионы, также Латгала, где уже животные наносят очень серьезный ущерб лесному и сельскому хозяйству. А относительно рысей и волков, популяции стабильные, тоже растущие, животных становится больше. И об этом можно, ну, судить хотя бы из таких, ну, параметров, что до Нового года лимит волков практически уже был использован. А условия для охоты на волков, ну, скажем, не самые лучшие. Это значит, что при случайной охоте, случайной встрече с волками, практически все количество уже было добито. Ну, и второй показатель тоже, что больше и больше становится нападение на животных, домашних животных. Это овцы, это даже уже были случаи, что нападали на лошадей, да, и это тоже один из таких показателей. Но это в основном волки нападают, да? Ну, волки, в основном это волки, да. А вот, в принципе, меняются ли какие-то повадки тех же волков? Ну, вот пожилые люди рассказывают, что в их время было, что волки боялись даже там огня открытого. Потом, наверное, в процессе эволюции волки уже поняли, что никакой опасности для них это не представляет. Или это не совсем так? Это так. Волк тоже очень умное животное и довольно быстро осваивается, ну, скажем так, в гурбанной среде. И сейчас мы уже волков встречаем и тут под Ригой, и под другими городами, рядом с поселками, рядом с людьми. Они перестали бояться, стали намного ближе подходить и, естественно, пользуются благами цивилизации, так можно сказать. Это недостаточно умные животные, да? Они очень умные животные, которые очень быстро учатся. И это мы видим уже тоже на практике, что встречается волк практически везде. И то же самое можно говорить про рис, потому что если раньше, ну, скажем так, в основном мы встречали где-то, где большие массивы лесные были, это Курзам, это Латгалы, то сейчас рис тоже встречается уже при городе Риги. Вот нам пришел вопрос, вот через WhatsApp по поводу кабанов. Какова сейчас ситуация, ну, вот в связи с теми, что периодически вспыхивают эти эпидемии? Может быть, несколько слов о кабанах? Ну, в некоторых местах популяция восстанавливается. Это в основном там, где, ну, скажем так, начиналось заболевание, это регион Латгала, это северная Витзема. Уже можно сказать, что популяция восстановилась. Но это не самый лучший вариант, потому что болезнь пока никуда не исчезла. Естественно, переместилась больше в Курзаме, это южная Латвия, юго-западная Латвия. Там, я думаю, местами кабана практически нет. И там спишки, заболевания тоже чаще встречаются. Ну, в северной части уже можно говорить о том, что кабана стала много. И самый лучший вариант. Сейчас еще рано его восстанавливать, его надо было эффективнее охотиться и больше. Но, тем не менее, это такая ситуация. Вот я прочел, что разрешено в год, по-моему, отстреливать не больше 80 рысий. Ну, кто-то может спросить, как это вообще возможно, ну, не знаю, подсчитать. Насколько вот даже ваша ассоциация может, ну, каким-то образом получать информацию от коллег? Сколько вообще отстреляно вот в текущем охотничьем сезоне? Ну, у риса сезон только-только как начался с первого января, да. Потому что, ну, и охотники мы пошли навстречу планам по защите риса, да. И мы согласны тоже тем, что сезон сократили на месяц. Из такого расчета, чтобы, ну, молодые животные более созрели. Очень ведется очень строгий учет. Каждое животное, которое добивается, регистрируется. На него выписывается разрешение. И плюс еще мы уже с прошлого года все животные отдаем ученым, это тушки животных, на генетические анализы. И плюс они и проводят исследования, ну, скажем так, чего рис кушает, как он кормится, в каком состоянии. И проводятся научные исследования. И это очень такой, ну, я думаю, уникальный проект и очень ценный для вообще риса, для популяции риса в всей Европе. Ну, я так понимаю, что рис, наверное, тоже относится к тем животным, как кто-то ее говорит, большая кошка. Это тоже адаптируется к изменениям вообще в среде? Да, адаптируется к среде. Ну, он, наверное, рис все-таки более консервативный, если мы сравним с волком. Волк более пластичный, и он уже, скажем так, намного ближе подходит к человеку, чем к рису. Но верно представление, что все-таки на охоту, если так можно сказать, волки все-таки по-прежнему ходят стаями? Или и здесь произошли изменения определенные? Нет, волки живут семьями. И в зависимости от конкретной ситуации они могут. И стаи охотятся, и могут индивидуально тоже охотиться. Но все равно возвращается в семью, да? В семью, да. Я не понял вопроса. Но все равно потом возвращается в семью, да? То есть у них в этом плане организация довольно высокая. Да, 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 да. Они, каждая семья имеет все-таки какой-то там свой регион, охотничий участок, которому они придерживаются. И они вот с семьей живут на территории этого участка. Но временами они могут расходиться, и потом опять сходятся вместе и живут вместе. Да, если мы говорим о количестве охотников в Латвии, тоже есть какое-то регулирование? Или вот если успешно сдал экзамен, пожалуйста, выделяется какая-то там, не знаю, территория группами и производится охота? Ну, наверное, немножко сложнее, да? Потому что ограничений по количеству охотников нет. Ну, если молодой охотник сдал экзамен, ну, ему приходится уже искать какой-то клуб, охотничий коллектив, и уже как-то, ну, себе показать и влиться в этот клуб. Потому что свободных территорий у нас нет. И такие, ну, скажем так, независимые охотники, они могут охотиться только на водоплавающую птицу в публичных водоемах. Это значит озера, это реки, это море, в местах, где, ну, конечно, нет каких-то ограничений относительно охоты. Что касается клуба охотников, значит ли это, что, ну, к примеру, молодой охотник вливается в этот клуб? И я так понимаю, что там он получит любую поддержку, в том числе методическую, не знаю, по выбору оружия, потому что ведь всегда, наверное, сложно, вы сказали в самом начале нашего эфира, что нужно учиться всю жизнь, наверное, всегда сложно вот сразу сориентироваться, да, даже закончив эти курсы, вот как правильно всю эту методику отработать? Наверное, относительно оружия, у каждого уже есть какая-то своя мечта, и также, ну, и читали, и слушали, слушали, скажем так, и опыт старших товарищей, воспринимали, ну, относительно, скажем, техники безопасности, также биотехнику. Это уже, ну, мы повторяем практически на каждой охоте. Если проводится коллективная охота, перед охотой проводится инструктаж. И там уже напоминают основы техники безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. И также всегда напоминается, на которых, каких животных будем охотиться, и порядок, как мы это будем делать. Что касается несчастных случаев, ну, бывает они, к сожалению, я так понимаю, что в прошлом году они тоже были. С чем это в основном связано? Действительно, с какими-то, не знаю, грубыми нарушениями техники безопасности? Или действительно бывают совершенно такие непредсказуемые ситуации? По вашему опору? Да, в этом году, ну, в прошлом году, вернее, у нас осенью тоже уже был несчастный случай с летальным исходом. Ну, хочу сказать, что, ну, слава Богу так, что очень редко такие несчастные случаи происходят. И сколько они были и в прошлом сезоне, один или два, и в этом сезоне, они все были связаны именно с грубым нарушением техники безопасности. И там нарушения были с обоих сторон. И со стороны стрелка, и со стороны пострадавшего. Оба охотника очень грубо нарушили самые элементарные требования техники безопасности. То есть они... Приводят таким уже исходом. То есть они фактически, ну, пока не мере, то, кто пострадал, как-то пренебрегли вот этой линией, да, что нельзя оказываться на какой-то линии стрельбы, да? Да, это проводилась стрельба по охотничьей линии. Это один момент. Человек ушел со своего места, что категорически запрещено делать. Он должен до конца загона оставаться на месте. Ну, и плюс еще стрельба по неясновидимой цели, да, потому что один тоже из основных пунктов, что охотник должен всегда убедиться и быть уверенным, куда он стреляет, и как он стреляет, а не стрелять на звук или на движение в кустах. Это самые такие элементарные вещи, но они, тем не менее, бивают, нарушают. Ну, то есть, фактически, исходя из того, что вы сказали, что все-таки стрелять нужно, когда ты явно видишь вот этот объект, да, вот животное. Не просто вот кто-то, какой-то шум показался из кустов, и туда полить. Конечно. Только поясновидимые цели, да, и это один из, ну, таких, ну, не знаю, основных пунктов техники безопасности. Ну, и, конечно, соблюдать линии, углы выстрела, потому что, ну, по-другому никак нельзя. И я так понимаю, что все равно вот эти правила безопасности на каждой охоте даже не важно, если речь идет об очень опытных охотниках. Эти правила относятся всем охотникам, и на каждой коллективной охоте они, ну, перед охотой повторяем основные вот эти пункты, которые должны их соблюдать. Вот очень часто мы наблюдаем такую картинку в социальных сетях и в новостях выкладывают фотографии вот лося, который оказался в городе. Ну, есть, естественно, может быть, не у специалистов, есть разные версии, почему он там оказался, там, не знаю, от самой простой заблудился до того, что, ну, может быть, не знаю, ему интересно стало, или действительно в поисках корма многие говорят. Вот как бы вы это прокомментировали? В поисках корма нет. Если говорим о лосях. Да, именно о лосях. Да, лось, ну, ему кормов достаточно в лесу, в кустарниках, он, скажем так, не нуждается в горы. Но это в основном бывают ситуации, когда они перемещаются, мигрируют. Это один момент. И второй момент чаще тоже появляется в начале лета и летом животные в городе, когда у самок рождаются телята, и они прошлогодних животных выгоняют. И они, естественно, привыкли жить вместе с матерью, а когда уже самостоятельно начинают жить и перемещаться, ну, не всегда они сориентируются. Они ищут новые места себе. То есть они все время эмигрируют, лоси, да? Лоси, да. Лоси любят перемещаться, да, и он часто приходит, меняет свое место обитания. И таким образом они попадают в город. Ну, лисы тоже нередкие гости в городе. Ну, там, наверное, все-таки в поисках еды, да, если не хватает, к примеру, зимой еды, наверное, тогда лиса бы ходит в город. Лисы живут у нас в городе. Лис достаточно много в Риге. Они живут, они уже приспособились к городской жизни. То есть тоже животные, да? Занимаются охотой в городе, да, и тут лисы, естественно, кормов очень много. Да. И мишей, и гризунов, и также бродячих кошек, и, ну, всего. Для лисицы тут Эльдерадо. И она об этом знает, и поэтому стремляется в город, да? Она об этом знает. И вот в город тоже кабаны, как мы помним, были достаточно много ситуаций, когда кабанщиков встречали в городе. Он тоже очень комфортно себя чувствует в городе, потому что кормов при достатке. Вот, наверное, такое, хотя я не знаю, насколько это экзотическое, но всегда об этом много говорят, особенно если вот в объектив видеокамер попало вот ночью животное, имеется в виду медведь, и все время спорят о том, сколько в Латвии медведей. Кто-то говорит о том, что, ну, вот, из Эстонии зашли, или из России. Вот что касается медведей. В прошлом году что-то поменялось? Да, медведей становится больше. Я предполагаю, это мое субъективное мнение, что примерно 50-70 медведей на данный момент мы в Латвии имеем. Мы имеем уже небольшую, но стабильную популяцию, и то, что это не пришедшие медведи, а живущие на месте, свидетельствует то, что мы уже видим самок с маленькими медвежатами в разное время, и весной, и летом. И, ну, это доказательство того. Естественно, не исключается то, что переходят и с России какие-то медведи, и также с Эстонии. Ну, а границы для животных нет. Они играют. Как часто это делают? Это все-таки не оси, да? Ну, медведь тоже имеет довольно обширную территорию, где он кормится и где он живет. И тоже любитель перемещаться. Он любит погулять. Ну, вот так вот в дневное время, учитывая ваш большой охотничий опыт, вы не встречали лично, да? В Латвии? Да. Я встречал. И довольно часто сейчас уже в последние года и следов видели на разных местах. И тут прямо под Рига, и Адышка, и полигон там. Ну, я предполагаю так, что там как минимум один-два медведя постоянно держатся. Хотя они тоже живут с семьями, так я понимаю. Нет, нет. Медведь живет с семьей только самки с малышами. Это до двухлетнего возраста они живут вместе. А так медведь – животное, которое само по себе индивидуально живет, отдельно. Значит ли это, что вот на ваших курсах, вот в этом разделе безопасности или технике безопасности, вы, не знаю, обучаете, и как действовать, если все-таки встретили медведя на пути? Особенно если, конечно, вот самки с медвежатами, я так понимаю, это наиболее опасно, потому что самка будет считать, что есть какая-то опасность для медвежат. Естественно, но это, наверное, не столько важно для охотников. Это, конечно, надо знать, как обращаться с животными, и особенно если животное ранено или в каких-то таких экстремальных ситуациях. Но это, наверное, для всех, которые посещают лес, это для ягодников, грибников более важно, потому что надо иметь в виду, что медведь – животное очень сильное, и самка, если почувствует угрозу малышам, она может проявить агрессивность и может напасть на человека. А в других ситуациях, ну, мы сейчас довольно часто сталкиваемся с таким, что медведь тоже шкодничает. И пасеки переворачивает, выворачивает, и в прошлом году был случай, два случая, сколько я знаю. В одном случае напал на корову, и в другом случае напал на лошадь и задавил лошадь. Так что эти тоже моменты появляются у нас, и с этим надо считаться. И здесь тоже момент опасности, потому что если животное добыло, медведь добыл какую-то свою добичу, он ее будет защищать. И в этой ситуации тоже может возникнуть, мы можем спровоцировать нападение. Вот я так понимаю, что все-таки большинство животных на людей не нападает, если они не ранены и не больны бешенцем. Я так понимаю, что волки тоже, в принципе, не нападают на людей. Все-таки они достаточно знают, на кого им нападать. Нет-нет, нормальной ситуации животные не нападают. Если мы сами не напрашиваемся на неприятности, то они не будут стараться нас как-то там, на нас напасть. Они будут избегать по возможности человека, и медведь, и волк в том числе. Возвращаясь все-таки к курсам охотника, пандемия внесла ли вообще какие-то изменения в обучении, в объяснении самих принципов охоты? Да, в обучении очень сильно внесло изменения, потому что тоже, как мы все дистанционно обучение проводим, в самом процессе охоты тоже, как мы знаем, уже сейчас запрещены коллективные охоты, загонные охоты. Можно охотиться только индивидуально. Ну и, естественно, последние ограничения по времени тоже вносят свои коррекции, потому что все должны соблюдать изоляцию, и мы тоже не можем находиться, скажем, круглые сутки в лесу. Приходится уже подстраиваться под данную ситуацию. Да, может быть, такой последний вопрос. Вот что касается наступившего года, есть ли какие-то планы, какие-то изменения в самой системе охоты? Вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, на данный момент мы работаем над проектом охотничьего закона. Это значит, что у нас рабочая группа, в которой включены представители лесного хозяйства и гослесслужба, и хозяйственники, и охотники. И пытаемся найти такой оптимальный вариант улучшения охотничьего закона. Но это в проекте на данный момент. То, что будет, скорее всего, в течение полгода рассматриваться. Также участвовали при разработке закона об обороте оружия. Для охотников тоже очень существенно. Ну, так что, да, это законодательная сторона относительно практической охоты. Ну, наверное, никаких таких изменений нам не намечается. Придется просто смотреть и следить за ситуацией, подстраивать свои, скажем, свои охоты под те ограничения, с которыми жизнь у нас ведет вместе. Вот, может быть, буквально такое еще в завершении. И такой вопрос, что касается вообще... Вот такой, вот вы в самом начале эфира сказали очень важную вещь, что без работы охотников, если так можно сказать, невозможно вообще себе представить, ни лесное хозяйство, ни сельское хозяйство. Может, ущерб был бы вообще колоссальный со стороны животных, особенно если их популяция сильно увеличивается. Бывает ли необходимость такой экстренной охоты, когда, не знаю, лесная служба или, не знаю, фермеры говорят о том, что, ну, просто уже невозможно, там, не знаю, количество кабанов в нашем, не знаю, поселке или в Волосте уже такое, что, не знаю, уничтожает весь урожай? Да, к сожалению, бывают такие ситуации, и возникают также, ну, скажем так, конфликты с сельскохозяйственниками, потому что, ну, может быть, не вовремя замечают этот ущерб нанесенный, и когда человек уже находит, что все поле съедено, то, на что он не рад этому, и тогда он, конечно, обижается на охотников, что они охотятся или мало охотятся. Есть такие ситуации, да, и это в основном ущерб, нанесенный кабанами, и в последнее время довольно часто появляются проблемы с оленьем и в лесном хозяйстве, и в сельском хозяйстве в том числе. То есть их тоже довольно много стало в Латвии, да? Их стало много в Латвии, да, и в отдельных местах уже он носит очень серьезный ущерб, да, вытаптывает и выедает поля так, что там не остается вообще ничего. Про урожай уже мечтать не приходится. Да. Спасибо большое. Вот так вот время эфира у нас быстро подошел к концу. Исполин директор Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс у нас был в прямом эфире посредством Зума. Ну, удачной вам охоты. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.